Здравствуйте, меня зовут Дарья и вы смотрите видео дайджеста проекта Skyway в домашнем формате. Смотрите сегодня в выпуске. Вышло видео с обзором самоходного шасси для юнибуса на 25 мест и грузового юниконта. Сотрудники компании-разработчика Skyway рассказали, что помогают устранять поломки в транспорте Skyway. Экофест переносится на 2021 год. Остановимся на этих событиях более подробно. Субтитры создавал DimaTorzok и грузового Skyway, в том числе для юниконта, который может перевозить морские контейнеры размером 20 и 40 футов. В новом видео Анатолий Юницкий отметил главные преимущества самоходного шасси. Ходовая часть будущего транспорта оснащена системой охлаждения для работы в Арабских Эмиратах при температуре до 60 градусов. Еще одно преимущество шасси – аккумуляторы. Они позволят транспорту проехать в автономном режиме около 100 километров. Напомним, в прошлом выпуске видеодайджеста мы рассказывали, что Юнибус на 25 мест и Юниконд планируют представить до конца этого года. Новое шасси станет универсальной ходовой частью для этих видов транспорта. По словам Анатолия Юницкого, сертификация этой разработки уже началась и может завершиться в начале следующего года. Больше подробностей из обзора самоходного шасси по ссылке в описании под видео. Мы продолжаем знакомить вас с подразделениями компании-разработчика Skyway «Зао Струнные Технологии». На этот раз расскажем о работе Бюро функционально-системного анализа. Сотрудники этого подразделения занимаются анализом потенциальных отказов в работе транспортных средств и составляют алгоритмы, которые помогают найти и устранить поломку. Одна из недавних разработок подразделения – алгоритм для самостоятельной диагностики гидросистемы тропического Юникара и Юнибуса. Алгоритм представляет собой последовательность действий, которые позволяют найти неисправность в системе транспорта. Подробнее о работе Бюро функционально-системного анализа по ссылке в описании под видео. Информационная служба Skyway опубликовала новость о том, что Экофест переносится на 2021 год. Отмена фестиваля связана со второй волной пандемии, которую можно ожидать этой осенью или в конце лета. О возможном возвращении вируса заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданам Гибрейсус. По его словам, некоторые страны достигли прогресса в борьбе с пандемией, но в целом ее рост в мире только ускоряется. Чтобы не подвергать опасности гостей фестиваля, Экофест 2020 отменяется и переносится на следующий год. Напомним, Экофест – это ежегодная презентация струнных технологий, которая проходит в экотехнопарке в Беларуси. В 2018 году на Экофесте генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий объявил о начале строительства Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах. А в 2019 году на Экофесте прошла презентация высокоскоростного Юнибуса. Пока мы ждем следующего Экофеста, предлагаем вспомнить самые яркие моменты прошлых фестивалей. В новом видео мы собрали красочные кадры Экотехнопарка, чтобы вы могли получить заряд летнего настроения вместе с тысячами посетителей Экофеста. Смотрите ролик на нашем Ютуб-канале и в социальных сетях. Напишите в комментариях, удалось ли вам посетить фестиваль в предыдущие годы и что бы вы хотели увидеть на Экофесте в будущем. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи!